всем привет мы продолжаем ретро рубрику канала посвященную обзорам моих старых масштабных моделей и сегодня вам покажу еще одно исключение из правил это крупная масштабная копия и тут представлен немецкий спортивный автомобиль bmw 850i эта модель в 18 масштабе покупалась очень давно по-моему в конце 90-х годов я приобрел этот автомобиль свою коллекцию уже не вспомню за сколько и когда я ее покупал но одно время эти модели у нас были в открытой продаже продавались в крупных магазинах сейчас посмотрел особо нету модели в 18 масштабе в обычных магазинах продаются больше детские игрушки 32 масштаб и новодельная продукция buraco и эта модель в плане проработки в плане цены вполне конкурентоспособна с продукцией итальянского бренда но мне все же больше нравятся масштабные копии buraco хотя у них не было такого bmw я уже неоднократно говорил в своих видеороликах что основное направление в моей коллекции это именно 43 масштаб но бывают исключения и исключения составляют именно те автомобили прототипы которых мне очень нравится по каким-то техническим характеристикам или в плане дизайна и это bmw у меня также представлена и в других масштабах например покажу вам чуть меньший экземпляр в 24 масштабе это тоже довольно простая масштабная копия и она приобреталась где-то в середине 90-х годов как оказалось это производитель сани сайт я давно показывал вам эту масштабную копию у меня от этого бренда есть еще ford mustang с кузовом типа кабриолет тут примитивное днище написано что модель изготовлена в китае у нее открываются передние дверцы и крышка багажника капот тут сделан глухим и также покажу вам модели в 43 масштабе например самый лучший образец который есть в моей коллекции это bmw от производителя mini champs в темно-синем цвете и в этом варианте окраски машин было выпущено 3024 штуки если верить надписи на подставке и у этой масштабной копии открывается капот также могу вам показать модель с кузовом типа кабриолет от шуко и у меня также от шуко есть еще концептуальный bmw м8 на ту модель я тоже делал детальный видеообзор и есть старая модель от шабок и на самом деле у меня таких моделей довольно много я как-то вам показывал кучку вот таких старых моделей которые я приобрел на барахолке они не совсем комплектные но я думаю их впоследствии я отреставрирую и приведу в нормальный вид и на мой взгляд это прекрасная масштабная копия даже по нынешним меркам у нее открываются дверцы открывается крышка багажника также открывается капот тут прекрасная проработка моторного отсека и поднимаются фары правда на этом экземпляре отсутствуют крышечки на осветительную технику и вот так выглядит нижняя часть у этого автомобиля и естественно эта модель изготовлена в германии давайте вернемся к модели в 18 масштабе и тут довольно тяжелое изделие потому что у масштабной копии металлический корпус если говорить о нынешних производителях bmw 850i в кузове е31 то такая масштабная копия в 18 масштабе представлена у otto mobil и у них есть несколько вариантов исполнения и также одна интересная модель в тюнинг исполнения альпина и была машина на варианте csi также есть модель у майоретто она в плане проработки хуже чем этот аналог от майсто есть модель у шуко и также по-моему была модель у ревел но эти старые модели встречаются в продаже только на вторичном рынке тут очень симпатичный цвет бордовый и эта модель долгое время стояла на открытой полке поэтому тут немножко помутнели окна также исчез блеск с лакокрасочного покрытия и машина в некоторых местах покрылась пылью но я думаю впоследствии я разберу эту модель отмою ее отполирую и уже уберу в коробочке чтобы она больше не пылилась тут открываются дверцы вполне хорошая проработка салона при повороте колесиков также вращается рулевое колесо на полу виднеются две педали также присутствует небольшая декаль которая имитирует различные датчики и тут трехспицевое рулевое колесо на этих бмв ставилось несколько вариантов рулей обычный руль с четырьмя спицами спортивный тип с тремя спицами и были еще м рули которые не так часто встречались на обычных версиях 850i также у сидений откидывается спинка правда не на полный угол и интересный момент тут вполне рабочие ремни безопасности они убираются во внутрь сиденья вы их можете аккуратно сложить но правда из-за того что тут замочек одно целое с ремешком вы не можете его застегнуть на второй стороне также если вы посмотрите тут установлены пластиковые дворники фары в спрятанном виде и в этой модели открывается капот и вполне хорошая проработка двигателя но честно сказать мне двигатель больше нравится как проработан на модели от mini champs хотя она меньше и вроде бы проработка там должна быть чуть проще также если вы посмотрите тут довольно просто сделана светотехника присутствуют небольшие черные точки как присуще на большинстве современных журнальных моделях но не стоит забывать что это машина 90-х годов и тогда попросту не было другой технологии вместо номерных знаков тут табличка с надписью бмв 850 прекрасно проработана нижняя часть хотя для 18 масштаба я думаю проработка могла быть чуть лучше также можно посмотреть как тут реализовано рулевое управление окрашена нижняя часть двигателя выхлопная труба в хроме и также схематически изображена задняя подвеска и тут есть ниша под запасное колесо если вы заглянете в багажник то там виднеется запаска и еще один небольшой интересный момент то что тут на покрышках присутствует маркировка но размерность шин указана неправильно и тут размер покрышки 205 55 r15 но вот эти колесные диски бмв стиль 8 были только 16 дюймов так что эта покрышка не соответствует действительности если вы посмотрите на ширину покрышки то тут никак не 205 ширина покрышка намного шире так что тоже вот такая небольшая недоработка но я думаю при желании можно найти подходящие покрышки есть как наборы колесных дисков с покрышками так и отдельно резину можно подобрать от другой масштабной копии но это опять же и финансовые затраты и я думаю для такой простой модели нет смысла подбирать дорогостоящую улучшенную резину вот так выглядит задняя часть тоже довольно примитивно изготовлены задние фонари но обозначены сектора поворотников и сектора стоп-сигналов и у этой модели огни заднего хода тоже издалека смотрится оранжевого цвета на самом деле тут просто мелкая сеточка на настоящем автомобиле на модели не стали уже делать такой изыск также присутствует небольшая декаль значок и модификация автомобиля 850i и значок тут наклеен а шильдик сделан методом там по печати и на кончиках выхлопных труб нет сквозных отверстий и можно я думаю при желании зачернить отверстие тогда выхлопная труба будет смотреться немножко лучше вот такая симпатичная масштабная копия которую можно вполне спокойно найти в открытой продаже и я думаю сейчас эти модели стоят относительно недорого если это будет хороший экземпляр в нормальном состоянии без сколов без потертостей с оригинальной упаковкой то эта модель обойдется вам в пределах 30 евро вариант чуть похуже я думаю будет стоить еще дешевле и давайте для сравнения вам покажу модель dodge viper от burago которую я тоже показывал не так давно и вроде бы по отдельности каждая машина выглядит большой но на самом деле если поставить рядом две масштабные копии то dodge viper даже чуть меньше чем бмв 850 и давайте их поставим вот так как раз вы можете наглядно посмотреть примерно какого уровня модели но повторюсь на мой взгляд о burago лучше покраска более аккуратная сборка и в целом чуть лучше детализация хотя повторюсь эти модели примерно одного уровня и эта модель от майсто изготовлена в таиланде тут тоже есть надпись где изготовлена масштабная копия и сейчас преимущественно продукция этого бренда изготавливается в китае и уже не отслеживал современные модели от майсто в 18 масштабе и не знаю есть ли переиздание такого бмв но кто из вас знает можете тоже оставить ваш комментарий и пишите в комментариях понравилось ли вам данное бмв хотите ли вы увидеть еще модели в 18 масштабе из моей коллекции их у меня не так много но 20 штук я точно наберу и если у вас будет желание увидеть эти модели я тоже на каждую из них сделаю детальный видео обзор не забывайте поддержать этот видеоролик лайком также вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке заглядывайте на мой второй канал там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции или ставьте этот канал дальше тут скопилось уже порядка 1200 самых разнообразных видео обзоров а на сегодня это все до новых встреч пока